Политическое. Оказывается, после развала Советского Союза не было периода свободы настоящей, не было периода демократии, которые бы легитимизировали бы нынешний режим. Я не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что нынешний режим слабеет, и поэтому некоторые осмеливаются так издалека все-таки об этом сказать. Например, Явлинский в его последней передаче, я боюсь, что это будет его вообще последняя передача на Эхо Москвы, то есть он больше не придет, Венедиктов просто не дал ему это сказать. Он сказал тогда, что, мол, вы помните вот эту фотографию, где Ельцин на танке, и посмотрите, кто рядом с ним, еще в те времена, Золотов там, и кто-то еще назвал, и что все эти люди, они потом, в принципе-то, и пришли к власти. То есть его тогда уже Ельцина, когда еще он власть не взял, его тогда уже опекали они. И вот, когда он пришел к власти, это уже Явлинский продолжает, началось вот это вот и задавливание этой свободы, которая вырывалась. То есть была проведена, умышленно была проведена, как сказал Явлинский в сегодняшней передаче, инфляция, что обесценило средства населения, накопление населения. И далее последовала нечестная, незаконная приватизация. То есть произошел захват власти. То есть вот эти вот бараны разбежались, и вот эти вот пастухи разбрелись и начали их издалека так огораживать, чтобы потом постепенно их собрать уже куда надо. То есть народу казалось, что был период свободы. И после этого вся эта оппозиция, ну которая как бы расцвела, ну как сказать, есть спрос, есть предложение. Да, вот появились эти оппозиционеры, появились эти партии, просто был спрос и появилось предложение. И как бы тогда все осмелели и подумали, что а что, свобода, можно все. И появились партии. И со временем вот эти пастухи стали загонять этих баранов. И ну я понял, где-то, наверное, году еще в 2000, наверное, четвертом, где-то так может быть, я понял тогда, что уже никаких настоящих оппозиционных политиков не существует. Что все эти Зюганов, Жириновский, Явлинский, ну и вся остальная мелочь, все это системное, так сказать. Все они петрушки, все они для вида. Но все-таки, видимо, тогда я был еще молодым. В 91-м году, там, в 92-м. И я был... Мы, в принципе-то, я не знаю, такие как я люди, они постоянно как бы умнеют. То есть они были глупее, чем дальше в прошлое, тем я был глупее. Да, то есть я не понимал. Я не понимал, что весь этот период свободы, это просто, как сказать, это видимость, это кажущееся, это не настоящее. Что настоящее, это там те, которые подбирают эту власть. Кстати, вот ученые ставили опыт. Они брали каких-то вирусов, каких-то микробов, в интернете можно найти. К сожалению, эпоха интернета, мы мало что помним, все можно найти в интернете. И они их гидролизировали. То есть они этот раствор с этими микроорганизмами, они кипятили много часов. И потом они оставляли его. И так как этих микроорганизмов было очень много, там, ну, миллионы, миллиарды, может быть, то постепенно они начали собираться сами. То есть это невозможно, вроде бы казалось, но так много этих запчастей, этих коронавирус оговорка, этих всяких микроорганизмов плавало в этом бульоне, что нет-нет, а что-то раз и подходило на прежние места. И таким образом, хотя бы если бы один собрался бы, то он начинал размножаться, и опять их популяция начинала восстанавливаться. То есть это возможно. Оказывается, и даже в момент такой полнейшей, казалось бы, анархии, казалось бы, полнейшего поражения, вроде бы навеки должно было исчезнуть, исчезнуть та сущность режима, не внешность в виде партии там или что-то, сама сущность. Ведь во времена Сталина кто управлял страной, кто был хозяевами этой страны? Да, самого Сталина называли хозяином. Вот был Сталин хозяином, и так как он лично все-таки не мог везде управлять сам, то, естественно, это пирамида, она, ну, было нечто вроде вертикали этой власти, ну, на самом деле, это пирамида власти, и это была такая верхушка, которая управляла страной, и эта верхушка шла до самого низа, ну, а внизу крестьяне, рабочие, и вот, и то из них, как бы, выбирались какие-то старшины, старейшины там, старосты и так далее, в общем. Вот, и оттуда пирамида и начиналась. На самом деле, всей этой большой страной руководило политбюро. И оно было неприкасаемо. Если оно служило верно, оно было неприкасаемо. И эта неприкасаемость, она распространялась на всю пирамиду, но степень неприкасаемости уменьшалась книзу. То есть, в самом низу были люди, которых можно было в любой момент схватить и убить. Любой приговор повесить этому человеку, оговорить что угодно и расстрелять. Любого. Вот такая была власть. А все-таки соратника своего Сталин, ближайшего, ну, это было с его стороны бы неразумно, потому что много секретов, много взаимосвязей. Потому что весь режим опирался на этих людей. Без этих самых умных, самых способных соратников, Сталин мог и не удержать в критические моменты власть. Вот настоящей властью в стране обладала эта верхушка, самая верхняя, так сказать, ее звено, политбюро. И это политбюро могло решать, в принципе, судьбу всех, кто ниже. Так что вот это вот политбюро, оно и во все времена политбюро, в принципе. Дело в том, что в России, наверное, такой тип власти. И этот тип, он все-таки устойчивый, видимо, в той системе, которая в общемировой создана. То есть где-то высокоцивилизованные страны, которые на себя отбирают энергию, так сказать, ресурсы, энергию. И вот такие страны отстающие, у которых другой путь, свой особый путь, который, так сказать, другим берут. Такие тоталитарные государства, они очень сильны именно вот этим диктатором, который может быстро решать вопросы, в то время как демократия, они очень неповоротливые. Можно уподобить демократию Голиафу, а Путина Давиду, тому же самому, который с прощой и Голиафу в глаз. То есть вот эти мелкие, так сказать, режимы, отсталые, они и берут. И микробы сильные, они могут убить человека. Заразился ты микробами, да? Вот они тебе, они маленькие, даже не видно, они тебя взяли и убили. То есть вот так вот в природе. Если где-то есть какие-то преимущества, значит какие-то есть и недостатки. А на другом полюсе все наоборот. Преимущества другие и недостатки тоже другие. И вот это вот плюс и минус, они существуют неразрывно во всем мире. Поэтому, к сожалению, вот, наверное, не удалось бы поменять полюса. То есть в Америке, в Америку сделать отстающей с таким типом власти, а в России поменять и сделать вдруг ее демократической. Это устойчивое сочетание, в том-то и дело. Так вот, опять же о том, что, как оказалось, эта информация пока не допускается для широких масс. Почему? Ну, диктаторы, они ласками и зомбированием управляют вот своими, этими массами. И вот легитимность, это главный, наверное, аргумент диктатора в том, что он имеет право быть диктатором. Если убрать, пошатнуть эту опору, все здание диктатуры может рухнуть. Поэтому, и кстати, и кстати, и кстати, я, как всегда, удивляюсь, что мало, во-первых, я, наверное, ни одного человека не встречал, который хотя бы этого Венедиктова ловит постоянно на манипуляциях со слушателями, со зрителями и на лыжи. Я постоянно его ловлю, и то, ну, я не специально этим занимаюсь, просто когда уже, так сказать, на слух что-то режет слух сильно, я уже лезу в Твиттер и уже трачу 2-3 минуты, чтобы это опубликовать. Потому что, ну, и как было бы здорово, чтобы был бы такой аналитик, который бы анализировал персоны, кто чем занимается, кто чем промышляет, потому что, ну, неужели они такие там на эхо Москвы, хитрые, 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 что их никто, так сказать, не видит, как они манипулируют населением. Не знаю, ну, вот Явлинский в последнее время осмелел и начинает у него прорываться кое-где. Вот, но всей правды он не говорит, естественно, поэтому, видимо, он и не заводит население. Видимо, вот эти искорки, они как бы не поджигают пламя. Ну, а Иларионово просто, Венедиктов не дал ему договорить, он, ну, просто вот, Иларионов ушел, прервав эфир. Так что, вот так вот, и, да, реальность она такова, что обычный быдленок, обычный человечек из масс, узнав ее, он ужаснется и скажет, нет, мне не нужна такая реальность, это неправда, не хочу в это верить. Он хочет верить в то, что ему скармливают каждый день, то, к чему его готовят, так сказать, постоянно. Вот. И, ну, я констатирую, что вот даже люди, которые медиаперсоны, да, которые ньюсмейкеры, они, в общем-то, действительно, вот у меня был один человек, как-то священник меня подвозил, когда я автостопом ехал, я ему рассказал, вот я пишу монографии о Библии, по Библии, да, вот научные труды, там, демографии схода, я открыл, что, показал, что их было не 3 миллиона, а 3 тысячи, ну, примерно. Вот, там в Библии написано 600 тысяч взрослых, там от 20 до 50 мужчин, ну, исходя из пирамиды возрастной, 2,5-3 миллиона, ну, а в реальности их было 2-3 тысячи. Или, там, что-то еще, там, вот мана небесная, это, там, пророщенное зерно, ну, зерно, грубо говоря, зерно, там, можно его прорастить, можно его сварить, ну, прорастить легче, когда нету дров и надо как-то приготовить еду в походе. 40 лет, они были, 42 года в походе. И вот этот священник мне говорит, во-первых, кто тебе, говорит, разрешил писать такие вещи, а во-вторых, что еще больше меня поразило, кто тебе платит, кто тебе платит? Я ему говорю, ну, как, никто не платит, это мне просто интересно, я вот нашел, мне захотелось поделиться там с кем-то, вот, просто познаю мир. Он говорит, не, так не бывает, кто-то платит. А обычно мир, он полярный, то есть есть плюс, есть минус, и платит или одна сторона, или противоположные, враждующие стороны. То есть ты или на этой стороне, или на той стороне. То есть тех, которые в точке Лагранжа, так сказать, да, то есть ни туда, ни сюда их не притянуло, их, буквально, этих людей единицы. И эти люди, они, естественно, не могут быть медиаперсонами, потому что они не разделяют мнение большинства, ни одного большинства, а не другого большинства. Но мне именно такие люди интересны. Вот. Но нас очень мало. Так что мы можем только наблюдать. Мы никак не влияем ни на что, у нас мало адептов, мало слушателей, зрителей, мало. Потому что мы не разделяем их мнение, это мнение большинства, мнение масс. Потому что оно искусственное. Нас интересует реальность. А реальность, к сожалению, такова, что, ну, как написано в Библии, тот, кто Бога узрит, тот смертью да умрет, да? Почему? Потому что Бог — это и есть реальность. Зная реальность, ты познаешь Бога. А человеческие мозги не в силах это все вместить. Ну, и вот наш такой крест, мы как бы свою жизнь кладем на то, чтобы хоть немного понять реальность. И, возможно, мы как-то письменно это оставляем для наших следующих поколений, таких же, как и мы. Ну, вот такая наша судьба.